На всё про всё у участников есть три часа. У каждого спортсмена своя тактика. Алексей Ромашин рассказывать о своих секретах не спешит. На то они и секреты. Но и техническая сторона не менее важна, говорит спортсмен. Обязательно иметь в комплекте разные снасти. Самые тонкие, толстые, на скоростную, на деликатную рыбалку. Обязательный промер зон по периметру. Вот сейчас на данном водохранилище лёд порядка 60 сантиметров. И надо вдоль каждой зоны пройти пробурить, померить глубину, чтобы выявить перспективные точки для старта. Долгое время на льду, пронизывающий ветер и холод. Любителей подлёдной рыбалки ничего не останавливает. Для многих это страстное увлечение. Всего в соревнованиях приняли участие 63 спортсмена. В этом году чемпионат впервые принял международный статус. Поэтому формат изменили. Мы проводим его в два дня. В состав команды четыре человека. Ну и собственно, всем понравилось. В связи с тем, что приехали сильные спортсмены из Республики Беларусь, подтянулись практически многие сильнейшие команды с Центрального региона Российской Федерации. Спортсмены из Республики Беларусь многому научились и переняли опыт наших команд. Но признаются, было непривычно на такой большой территории. Из-за этого столкнулись с неожиданностями. Здесь были нюансы по докорму рыбы и по пятнистости. То есть рыба была, но где-то была ее намного больше концентрация. И если ты находил концентрацию с хорошим количеством рыбы, надо было ее просто удержать на точке. То есть мы докармливались в некоторых моментах и сверху, в некоторых моментах с кормушки. То есть использовали все, что умели. Спортивная ловля – другое понимание рыбалки. Это только на первый взгляд кажется делом скучным и монотонным. Нужно ловить на скорость, думать наперед и смотреть за зонами. Где рыба крупнее, а где мельче. Поэтому, как и в любом виде спорта, здесь важны личные качества. Качество должно быть усидчивость. Нужно обязательно иметь хорошую физическую подготовку. И бороться до последнего. Потому что по такой вот ловле, как сейчас, например, у меня в этом туре в зоне были очень мало рыбы. И буквально за последние 15 минут люди делали результат. После окончания тура наступает самый важный этап соревнований – взвешивание улова. Счет сопровождается бурными обсуждениями. Как себя вела рыба и что можно было сделать лучше. Ведь именно взвешивание определит, кто показал самый успешный результат. По итогам соревнований больше всего рыбы оказалось у команды из Твери. Вторыми стали гости из Республики Беларусь. В тройку лидеров вошли и спортсмены из Владимирской области. Татьяна Гордева, Владислав Мальцев и Дмитрий Шаталов.